Монумент Вячеславу Евскину на одноименном бульваре – один из символов Анапы, города воинской славы. Перед ним представители городской власти, ветераны вокальных конфликтов, юные жители города-курорта. 21 год назад боевики окружили здание общежития ФСБ в Грозном. Три дня шел бой с превосходящими силами противника. Было решено прорываться. Евскин получил ранение и принял решение остаться, чтобы прикрывать отход своих товарищей. Сегодня здесь находится очень много молодежи, которые будут это помнить и продолжать те традиции, которые существуют у нас. И вечная слава делу России, Вячеславу Михайловичу Дмитриевичу. Мы сравним старшее поколение подвиг Вячеслава Михайловича с подвигом Дмитрия Калинина. Ведь последние шаги в бессмертии у них одинаковые. Калинин схожался до последнего патрона и подорвался для границы. Простой, отзывчивый, целеустремленный, смелый, привыкший доводить любое дело до конца. Таким Вячеслава Евски напомнит родной брат. Сейчас он живет в Витязево и принимает участие в просветительских акциях. А помогает все вот это воспитательная работа. Не забывает своих героев. Не только, я сказал, Союза и России. И все герои, почему? Потому что шли, не всем давали же героев, шли на танк с гранатой и так далее. Возле монумента, вахта памяти, юнормейцы сменяли друг друга в течение получаса. На улице достаточно жарко. Простоять даже 10 минут по стойке смирно требует определенных усилий над собой. Это такое небольшое испытание, но это та небольшая часть, с которой мы, можно так сказать, даем дань памяти героизму нашего соотечественника. В этот день торжественная церемония прошла и в Краснодаре, где в микрорайоне Юбилейный также установлен памятник Вячеславу Евскину.